Я ей показал нововку, когда убирал. Вернёмся к твоей команде. А как вокруг тебя собралась такая компания очень мощных людей в творческом плане и в плане сил, которые они готовы в тебя вложить? Ирина Загранична? Например, одна Ирина, чего стоит любой команды? Ну, я не знаю. Так вот, в воле судьбы, всё-таки подарок судьбы. А что, она в тебя влюбилась или в твою голос? Я не знаю. А ты помнишь, что было знамое в Инстудии? Я вам скажу, что все эти люди, которые со мной работают, я с ними знаком уже какое-то определённое время. Мы не просто так познакомились, а начали работать. Это люди, которые приходили ко мне на концерты, приходили ко мне на спектакли в Одессе. На спектакли? Ну, конечно. Глубись. Ты играл Адама? Нет, нет, я играю Ромео в рок-опере Ромео Джилетта. Что ты разпитаешь? И в мюзикле «Кентривильское привидение. Играю привидение». Вообще, у меня три постановки. Последний спектакль, который мы поставили, это мюзикл под названием... Житомирский вокзал, я играю, его знал. Силикон Бородура.нет Вот. Сори, что прибыл. Звязок от Олю было в виконании твоих пестань Бонжови, да? Да. А всё-таки ты пошёл в танцевальную музыку. Может, треба было всё-таки... Денинг хочет. Ты права. Так, может, треба было всё-таки десь ближе до... Да, кстати, вот у нас мальчики, которые говорят, что они поют рок, они уже давно не похожи на мальчика. Прости меня, моя любовь. С кем ты говоришь, Люля? Кто там? А, ты панк. Он же панк. Да, он не рок. Я читал вашу книгу. Клёвый переход. Это камень сюда вот. Нет, я на самом деле очень порвал этот момент, когда там переводили манекенов через границу дальше. Я ещё напишу книжку, потому что ты на Сябре, Игорь Миколаев. Ничего, что я не написала книжку. Ещё. Я чувствую себя закомданно. Чему не рок? Нет, почему? Это просто одна из песен, которые мы записали. А все остальные, весь альбом, я вам скажу, что это такой поп-рок. Я думаю, что вы услышите и сможете оценить. Но ты нацелена всё-таки на карьеру и в России тоже. Я знаю, что вы сотрудничаете с российскими авторами, российскими клипмейкерами. Да, мы сейчас записали четыре трека. У тебя же были неплохие попытки с украинским. У тебя были отличные клипы. Да, но это всё-таки была такая, действительно, только... Про лампочки я помню. Пиши про лампочки? Почему ты не задавал песню про лампочки? Я не буду твоим называть песню. Я не про песню, я про лампочки. Как ты по ним ходил. Я хотела тебя спасать. Кирилл, наш режиссер, на жаль, не разделяй вот сдебленного моего махера на ногах. Разумеешь, причиной которого послужил ты. И она говорит, спасибо гостю, прощайтесь с ним. Ну, вот такая бездушная особа наша, Инна. Спасибо. Прощаемся. Инна, спасибо. Вот если бы ты раньше сказал спасибо, Инна. Мы бы здесь ещё по сентябре. Да, мы бы шевелые годинки продержались. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Жаль, что ты мне не рассказал про свои творческие планы. Может быть, мы бы специалисты не... Субтитры сделал DimaTorzok